вот спросил почему там боевые войска 96 год теракты были в русалине там два автобуса две недели подряд 18 линия первый из них погиб парень с которым я прожил полгода вот так вот бок о бок все в основном пошли в боевые войска после это куда ты пошел ну я пошел в гевать и я слышал что-то мирская пехота в конце я узнал что ничего смотрит не было все началась армейская жизнь армия в основном без выезд как построены там нас сплачивают там нет дедовщины в таком месте там сразу проявляется конечно насколько вот это поддержка рвут заимополучительства как мы вместе можем так вот или не можем я помню вот эти моменты ощущения когда у нас были учения я был в самом впереди со мной тоже а3 вот этот снайпер и мы все время идем мы махлекет патруль самые первые за нами вот целый гдуд тянется за нами мы в самом впереди я подумал ну мы же пушечное мясо по сути если война то мы первые как бы и вот у меня из и из вот этих вот всех мыслей вот такое прям привычка появилась ну каждый шаг проверять каждый шаг вот что если оттуда во что если так вот что если то а если а стрелять как правило будут мне не по первым а где-то там сзади что я делаю я не могу развернуть в общем постоянные такие мысли как и что и как бы ну не было страха уже а потом я уже пошел на курс командиров вернулся в эту же махлаку я очень любил на патруль на вот и и мы поехали в газу я помню вот эту разницу ощущений вдруг страх за своих солдат потому что я знаю я иду и и вот у меня есть мысли про каждый шаг я как бы вижу все вокруг себя слышу я вижу своих молодых ребят которые там ну вообще не там я не знаю где я их не чувствую я их не могу понять я их не могу предупредить я не могу ничего с ними сделать у меня появился жуткий страх за них входили там в таких местах где подрывали убивали стреляли с любого момента было страшно это очень хорошо помню самые страшные моменты конечно были в антифаде я не боялся когда стреляли по мне потому что были такие причем это совершенно непонятно даже иногда не слышно выстрела слышно попадание такие мимо по нам стреляют а потом был случай когда по радио 2 часа ночи сообщают был теракт зашли террористы попали в наш один муцав в газе где молодые ребята вот только зашли ну и там есть убитые есть раненые непонятно и мы едем 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 буквально дошли видим вот огромная теплица следы уходят туда я говорю своему водителю езжай вперед он говорит там же теплица я же не могу ехать я говорю езжай вперед прямо на нее но там же теплица я ему же кричу еще вперед и вот он прям дает такой газ мы тараним эту теплицу я стрелял оттуда стреляли в общем кое-как убили этого террориста прятался убили я тогда вспомнил то выражение война это вот совершенный хаос да и и выживает тот кто ошибается меньше ты плакал когда-то в армии да но жалости самой жалости когда вот на курс командиров не попал этого такой детский плач это был плач когда погиб мой товарищ помнишь ощущение да не договорил не додал его мне не 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 да посидел с ним это тоже такой урок вот используя каждый момент я помню хотелось жутко спа не знаю там мог что угодно делать сидел со своими солдатами сидел с ними с ребятами там что угодно поговорить не на поощущать их побольше его у меня это был очень хороший урок такой ну вот когда ты вышел может быть какое-то вот ощущение ну конечно страну чувствуешь лучше больше любишь ее все-таки пехотинец это человек который топчет землю ногами ползает по ней кушает ее извиняюсь ели я в пустыне служил все эти монот краф ели с песком плавали в песке купались в колючках ползали и где угодно и насколько она тебе сейчас отколит и болит потом ты ее любишь то есть ты любишь и землю и и людей которые это то это наверно патриотизм потому что до этого я совершенно не чувствовал этого учеба не дает этому все уроки папа сионизм или история они не дают этого ощущения просто текст который входит и выходит вот когда ты что-то сделаешь когда ты включаешься в это это конечно выводит тебя к любви да